всем привет друзья вы на канале динам минск сами я влад высокий футбол и сегодня мы расскажем вам про академию футбольного клуба динамо минск и постараемся ответить на самые важные вопросы как для родителей так и для детей это егор один из тренеров детской академии динамо минск расскажи зрителям как дети попадают в большой футбол ну для начала наши ребята начинают самого маленького возраста вот как здесь сейчас предоставлены тренировки они приходят на отбор они у нас обычно весной и осенью в конце весны и начале осени после чего мы принимаем нормативы смотрим как дети физически подготовлены какие у них есть данные изначально и из этого уже принимаем решение принимать их в академию не принимать проходит каждую стадию подготовки и вырастают футболистами кто-то идет до основы кто раньше прикольно очень упражнение не так прыгали весело я бы сразу с ними захотел попрыгать расскажи егор что важно для детей в столь юном возрасте вообще развивать в себе какие-то навыки но в таком возрасте развивается в основном только это ловкость и быстрота больше мы на чем не на чем не будем работать в этом возрасте ну то есть какие-то технические моменты сейчас еще закладывание в плане техники вот у нас был они уже занимаются как год прошлый год был это этап ознакомления просто они пришли некоторые первый раз видели даже мяч у кого-то заставили родители кто-то пришел осознанно что хотел заниматься поэтому мы просто показывали какие-нибудь базовые элементы ведения и просмотрели как они будут выполнять на этом а сейчас уже после занятия как прошел год уже пошел на сетап обучения у меня был тебе такой немножко сложноватый вопрос расскажи почему родители тебя по твоему мнению привели в академию динамо потому что я тот старший динамо прошел и теперь на новый динамо иду а на новый стадион наверное ты имеешь ввиду да я тот старший прошел и теперь на этот пришел о так ты получается уже заядлый динамомец правильно я понимаю а расскажи у тебя родители занимались где-то тут в динамо раньше может быть отец нет а футбол любит папа мой занимается футболом так уже перестал заниматься а где он занимался не знаешь не рассказывает молчит я еще я вообще я у него вообще не спрашивал не сыра не спрашивал ну вот видишь сегодня будет повод прийти к папе спросить а где-то занимался почему-то меня отел динамо академии да а тебе вообще нравится здесь тренировки все же очень методов очень нравится а ты вот во дворе любишь играть футбол играешь помимо этого да мы мы там с папой шли там гуляли футбол играли иногда когда шли спасибо тебе за помощь ты молодец большой красавчик какого возраста вообще можно прийти в академию динаминска но отбор у нас проходит с пяти лет но если вы где-то пропустили этот момент что не увидели объявление или еще что то у нас каждый год в течение четырех лет вот с 5 лет с 5 до 9 у нас проходит отбор как я уже говорил сначала сентября и с конца из конца мая так что если кто-то упустил момент никогда не поздно еще прийти если увидеть что у вас ребенок хочет заниматься футболом тому же думаю сейчас не проблема даже в интернете найти номер тренера у нас на сайте они все есть если что прийти во время тренировок попроситься посмотреть ребенка расскажи вот еще такой момент меня интересует какой от максимальный возраст ребенок может прийти в академию динаминск вот максимально в 12 лет его бы взяли если бы он до этого не занимался но игра во дворе но если бы он до этого не занимался с конечно тяжело тяжело уже будет если упущен момент уже но какой тогда максимальный возраст когда еще момент возможно не упущен когда закладывается база То есть 8-9, какой? Или вот 5-6 и дальше уже тяжело? Ну, если ребенок будет хорошо подготовлен, я думаю, тренеры посмотрят даже с 8 лет и дадут шанс ребенку, если он будет схватывать все на лету и у него будет талант, не только, ну, понятно, что не все дети талантливые, многие добиваются за счет своей работоспособности, но если ребенок упустил момент отбора и пришел в 8 лет, но он талантливый и видно, что ребенок схватывает все на лету, так сказать, тогда, я думаю, тренер ему тоже даст шанс. Как вообще понять, что ребенок может стать футболистом? Вот для зрителей, для обывателей, для родителей, для всех? Ну, какие-то задатки? Вот если у ребенка, вот, допустим, ребенок, помимо того, что он, допустим, дома любит просто попинать мяч, а вот какие-то еще моменты, может, ты сможешь уделить? Ну, у нас, как вы сказали, самое главное, это то, что ребенок должен сам любить футбол, а не чтобы заставляли родителей, тогда он будет на тренировках и стараться, и у него уже точно будет какой-то результат. Я люблю футбол, и я мечтала стать футболистом. Ого! Мечтаешь? А какой твой любимый футболист у состава «Динамо»? Расскажи. Ложкин. Ложкин? А еще кого-нибудь знаешь из состава? Да. Бахар. О, ничего себе, это круто. А еще кого-нибудь назовешь? Кисляк. Ничего себе. Ты молодец большой. Бакич. Ничего себе. А расскажи, ты каждый матч «Динамо» в Минск смотришь или нечасто? Нечасто. Нечасто? Как получается? Да. Тебя родители заставили прийти сюда, или ты просто, потому что любишь футбол, сам заставил родителей, типа, я хочу, я хочу заниматься? Мне папа сказал про «Динамо Юни». Про «Динамо Минск», да? И чтобы тренироваться на «Динамо Юни». А ты уже с друзьями играешь в футбол или как бы только здесь тренируешься? Играю. Выходишь на улицу, да? Почему ты выбрал именно Академию «Динамо»? Вот если тебе ответить на этот вопрос. Мама меня заставила футболом заниматься. Мама заставила? И папа. И папа? А ты сам не любишь футбол? Люблю. Ну вот, видишь, значит не заставили. Футболиста в «Динамо Минск». Сможешь кого-нибудь назвать? Ну давай я тебе попробую помочь. Вот Ложкина знаешь? Слышал? Ложкина, да. Вот, видишь, ты не стесняйся, самое главное. Бахара. Слышал? Нет? Вырежем. Быкова знаешь, да? Быкова знаешь. А кто твой самый любимый футболист вообще? Расскажи. Кевин Дебрюйне. Кевин Дебрюйне? А ты сам на какой позиции играешь? Расскажи здесь. Нападающий. Нападающий? Это очень круто. Ты очень большой молодец. Я думаю, что это будущее белорусского футбола будет. Будущий нападающий, который будет забивать всем. И Кевин Дебрюйне будет говорить, что это за малыш, почему он так хорош. А он занимался в Академии «Динамо Минска». Все, спасибо тебе большое. Давай. Бум. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк. Обязательно оставляйте комментарии. Какой вопрос вы бы, возможно, хотели бы задать детскому тренеру еще? Подписывайтесь, конечно же, на канал «Динамо Минск». С вами был я, Влад Высокий Футбол. Пока.